отлично так все окей я с вами давайте да смотрите я хочу сразу сказать в чем вообще суть и не нужно сравнить эти проекты с нашим проектом во первых у них у них даже не депоз то есть у них даже не депоз у них просто такая система типа ты покупаешь монеты она просто там дублицируется у нас у нас не то что депоз у нас ликвид поз то есть ликвидный пост майнинг это он отличается тем что у нас есть во первых две базовые монеты две базовые монеты одну стейкешь вторую производишь одна является стабильный на протяжении всего проекта а другая то есть это добывает другую плюс ко всему в основе всего этого лежит блокчейн и чисто математический расчет все основано чисто на математическом расчете никаких мы хотела никаких там а завышенных этих моментов то есть есть математическое обоснование почему токен должен расти в цене и мы если проект тщательно изучить почитать белую книгу там будет понятно что во многих узлах используется наш токен но очень мало этого токена то есть мы создаем именно дефицит токена это раз и дефляционную модель токена это два и плюс ко всему мы создаем максимальную ликвидность то есть у нас даже становится вопрос сдерживания курса не то что его пампить до вверх а наоборот чтобы на продажу будет намного меньше чем на покупку этих токен во первых это обуславливается тем что только 20 процентов токенов майн можно купить за то есть за реальные там за битки за из детей там фиатом и другими валютами только 20 процент остальные остальные 60 процентов который даже не 60 на 70 процентов токенов можно купить только при помощи мая плекса который будет намайнена вот этим 20 процентов то есть тем самым чтобы купить майны получать 20 процентов доход ты должен пойти на биржу купить плексы их засну их конвертилить майна а потом застыкать это первое ликвидность это параллельный лимит второе у нас максимально децентрализация то есть в в этих проектах которые вы назвали нету даже намека на децентрализацию там все управляется одними людьми этот сердце блокчейн назвать это даже не лучше а наша инфраструктура построена на самом децентрализованном блокчейне тезис то есть она рад вы же знакомы с концерт это децентрализация воплоти то есть это он с он держит себе скорость поса децентрализацию пофт да например это до сегодняшнего дня нету таких технологий не было созвано то есть это первый прецедент который мы сделали взяли переработали один из самых сложных блокчейнов сделали внутри блокчейна свои нативные монеты это майн и плекс плекс на начальном этапе ноль эмиссии а майн эмиссия имеется то есть вы берете майн и и плексити да его то есть добавить нет это главное то есть и называется это ликвид пос то есть ликвидный майнинг не то не просто желание наше выдать монеты кому-то а именно ликвидный майнинг а у мины будет какая-то последняя цена ну не последняя цена последняя какая-то его ну окончание да конечно там сложность майнинга есть сейчас я вам покажу и она на циклы разбита это очень как сказать все мастер ноды будут мастер ноды поз конечно но как без них у нас мастер нод это пул называется это не мастер ноду пул а пул а плекс пулы и эти пулы можно создавать тысячи этих пулов можно создавать то есть нету ограничений по по валидатором нету ограничения по опула чем больше пулов тем больше децентрализации то есть у нас одна монета производит другую монету это реальный пост реальный вот то есть одна монета какая цена валидатора будет она валидатор цена валидатора чтобы он загрузил себе это все один мегамайн один мегамайн нужно иметь страховой депозит на своем пуле замораживается он просто тупо замораживает нет нет замораживается он тоже плексится просто это один мегамайн для того чтобы ну там понимаете у нас блокчейне сделано это как пул то есть вы знаете да как пул работать сначала пул зарабатывает а потом он выплачивать то есть то у него в за вычетом комиссии то есть это все автоматизировано и у пулов будет получается здесь пул и потом под пол как валидатор да да как ну вы заходите и потом у каждого пула будет рейтинг траст доверие и какой процент он берет и каждый выбирает теле здесь вы делегируете не монеты запомните не монет а свой адрес просто ставите и делегируйте адрес потому что вы сами являетесь частичкой этого блокчейна вот типа того то есть у нас храним деньги на своем кошельке до деньги храним на своем кошельке он осоединяемся с кул да 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 все у вас короче смотрите пул связывается с вашим кошельком и это засчитывается в его стей его стейки есть такая столько лишь вы в любое время просто можете убрать и выйти откуда он никто не имеет права замораживать у нас нету понятия заморозки вы можете в любой день взять убрать становится очередь потом на рассмотрение и сразу же пул начинает вам был плач циклами циклы есть цикла белой бумаги все четко у нас написано что как это все работает то есть это что вы понимали это совсем то есть это сравнивать эти все моменты монеты вообще нельзя да это это даже даже рядом не стоит у этот даже то есть у нас чисто идет ликвид пост сейчас я вам валид валидатора должна быть чтобы он купил монет на ту сумму чтобы он стал валидатор а один цент у нас стоит маят один мегамайн это на 10 тысяч долларов он должен купить и станет он тогда валидатором он поднимает свою ноду и дальше он работает на vps и вы планируете но на любом компьютере хотите дома делаться но запомните если вы будете дома это делать у вас должен быть бесперебойный интернет и айпи адрес должен не меняться да и все должно быть стабильно работать если вы обеспечите ну понимаете что если вы проседаете по трафику и у вас одну есть перебои то награда вам не приходит награда начисляется каждый каждую минуту то есть блок закрывать мин вот у нас например вот видите да то есть монета токен базовый нативный токи который является единицей вычислительной мощности блокчейна майн плекс необходим для создания генерации токенов плекс вот содержит то есть служит на вот плекс служит средством оплата то есть вот этот токен он будет выплачивается внутри как комиссии то есть за него вот токен майн неподвержен волатильнице его номинальной цена то есть составляет один цен а токен плекс вот он токен пляс ликвидный токен с ограниченной эмиссией вот эмиссия токена плекс происходит каждый новый блок то есть раз в минуту согласно заранее прописано алгоритмы эмиссии что шу игорев шустро блок закрывается это наверно пока что он закрывается в нем он всегда будет 1 закрываться всегда то есть это 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 очень архитектурный блокчейн понимаете это непростой такой блокчейн база блокчейна какая идет вот связи с этим эмиссия ограничена его скорость вот и размер уменьшается в течение всего времени то есть токен токен плекс имеет дефляцию дефляционную природу это не просто он там бесконтрольно печатается нет него есть вот это его эмиссия 414 миллионов четыре знака его номинальная цена на старт 20 центов это заложено уже в этом как его алгоритме майнинга сейчас я расскажу про алгоритм майнинг начисляется за за плексус токена то есть и вот майна при покупке на бирже и после после листинга и на пи ту пи платформах ну пи ту пи в платформу мы сделаем попозже но первые всего мы сделаем листик на бирже да это правильно да далее эмиссия токена эмиссия токена майн ну здесь майн как он распределяется 10 процентов эмиссии является резервным фондом один процент формирует начальный стейк который в свою очередь определяет начальную стоимость токена плекс вот 20 процентов эмиссия будет выделена на продажу через личные кабинеты 70 процентов эмиссии будет находиться на специальном смарт-контракте который будет осуществлять обмен токенов плекс на токенов мая внутри блокчейна запомните все это внутри блокчейна это не смарт-контракты а именно сам блокчейн это ядро блокчейн это как будто бы у эфира есть два эфира то есть монеты вот типа того или у биткоина два биткоина внутри одного на умнее там еще там вот это вот это это так работает вот эмиссия токенов плекс вот эмиссия на четыре этапа разделены под 25 общей эмиссии то есть здесь например по 600 столько-то блоков такая эмиссия 10 по 300 столько-то блоков закрыт тем больше вот видите да здесь считай 10 раз больше то есть здесь по сути один блок получает один блок когда каждую минуту закрывается минуту один блок закрывать он пока идет не дойдет до определенной эмиссии он потом блок уменьшается до блоки цена уменьшается то есть количество уменьшается за блок лить блоки увеличивается период холдинга увеличивается и все короче так и так еще один вопрос холдеры которые будут все-таки холдить этого монету они имеют какие-то преимущества ну да вот здесь холдинг же 2 холдинге же есть то есть через четыре месяца по сути у него удвоение идет два его цена вот этих как делал мы здесь на майнил она увеличивается два раза потом вот здесь он получает награды меньше чем здесь в два раза понимаете ликвидная монета здесь по сути он майнил тоже 20 процентов но больше монет а здесь он холдинг тоже 20 процентов мы уже два раза меньше монет а есть такое что короче кто-то продает они сжигаются или они не сжигаем они не это как он будет сжигаться если это ликвидный инструмент мы наоборот его в оборот делаем дальше я вам расскажу концепцию как это работает дальше это же будет используется в нашем банке на карту вы отправляете как наличные средства используйте и понимаете о чем это же а еще вопрос каждый человек может просто посетить эту монету каждый человек может ее просто добывать а после того как он добудет он будет торговаться на бирже а как он будет добывать какой у него алгоритм пост идет должен быть посло сплетение можно сравнить со стейкингом а то же мозг валидатора не входить а постом тупо занимается на своем компьютере и оставлять кошелек открытым нет нет как это так он должен валидатор заходить он не будет равно валида все я понял значит он должен все равно валидатор зайти и все равно сделать свою эту штучку все я понял он может выбрать правильно как вот он может выбрать валидатора ну смотрите я вам скажу так для начального запуска блокчейна нужно иметь 32 ноды почему 32 ноды 31 подтверждает а один создает блок тот кто создает блок он получает у него имеется приоритет 0 и когда приоритет 0 значит он создает блок ему 50 процентов награды прилетает он не подписывает остальные 50 процентов распределяются вот на эти все 30 одни ноды то есть это так работает то есть без этого блокчейн не заработает значит на старте у нас будет 30 одна нода куда можно будет стейкать дальше уже будут появляются валидаторы и они будут стейкать уже там свои структуры своих людей кого они там привлекут и все а какой процент получается примерно на на месяц там людям как бы ориентироваться просто 20 процентов вот это хера а очень много что это много это вам так кажется много мы мы наоборот думаем что это нормально и но если люди поверят в проект все тогда это нормально и они не будут его продавать там просто а бы как и мне нам наоборот нужно чтобы продавали потому что дело в том что уже люди готовы покупать майны но не знают как купить их то есть сейчас есть возможность купить майны только войти в пакет и там купить а вот на а в дальнейшем только в плекс можно купить а потом за стейкать его понимаете о чем суть просто вы просто отправляете делайте конверсию все хорошо да да вы покупает нет сейчас вы если вы купили пакет вы согласно пакету можете купить майна сейчас я вам покажу как там не видно сколько процентов на каждый пакет мы можем купить сейчас я вам покажу анара секундочку можно конечно ждите все показано у нас все все это нормально показано когда вы нажимаете на корзиночку здесь написано доступна к покупке мая вот видите короче мы на мане реплексов и можем их конвертировать в майны и обратно запустить в пул валит квалидатору добавлю вся суть то что вам не обязательно в обратно заводить вы просто отправляйте на кошелек и он автоматически уже у вас пуле если у вас до этого он уже в пуле потому что вы же добывали же плекса то есть можно там галочку поставить галочку ставишь и он типа добавляется сам да он автомат не там не галочка там нужно выбрать какой пул вы должны проанализировать поставить и дальше уже делать пулы это независимые организации независимые такие ну как у блогу биткойна позже независимо подожди есть пол и вот я я участвую в полах бипа минтера ну минтер пул это чуть-чуть другое но все равно там валидатор я немного другое у нас по-другому это сидел над делегирует не монеты а именно адрес делегирует а ну адрес и где ты хранишь эти монеты просто ну вы же на адресе жить и хранить их ну да а я то их отсылаю и потом разморозка через 30 дней только и когда нету разморозки вы просто в любой момент можете вывести в другой пул засунуть вот это мы отвечаем ликвид пост что нет никакой заморозки ликвид пост это значит что в любой момент можешь эту эту монету использовать сейчас не только не только ликвид пост это алгоритм алгоритм ликвид поса вот сплетения со стейком ликвид пост подразумевается под собой владение токенов мая в отличие от депоз делегируется сам адрес а не токенов я понял таким образом есть доступ к их токенам и они в любой момент могут их их размораживать нашел другой пул какой-то хороший с хорошими какими-то условиями и поставил адрес в тот пул да ну еще вы не забывайте что сам токен плекс является мега ликвидным и постоянным спросе он требуется уже сейчас у него большой сейчас пока ему тогда такой вопрос а стоит ли эти плексы потом переводить обратно в майны если плекс будет соотношению к майну расти быстрее вот это это уже вы сами будете делать мы например будем делать офигенный маркет-мейкинг мы будем работать над ценой над фундаменталом анара например видела как мы можем работать со сми как мы можем работать с аудиторией с продуктом то есть мы здесь они дилетанты не новички этого рынка то есть это все окей кошельки они скачиваемые на windows в маке нет кошельки кошельки нет или кабинетские идут они идут в веб-интерфейс пока потом мы запустим кошелек у нас есть сейчас скажу по родмапу чтобы не было голословно я просто скажу так на бирже мастеркард ноябрь так здесь у нас по стратегии посмотрю по себе стратегии стены все ребятишки здесь и наши куда ушло александр ты с ними самого начала ну я же делал это проект почему нет твоего имени там это это связано с тем что я по индей в некоторых проектах и пока не могу участвовать публично вот внедрение в таких серых как угла это нет вот вот разработка собственных приложений с доступом приложения то есть это у нас уже запланировано сейчас мы доведем до совершенства выкатим кошелек и сразу же мы его сделаем то есть это не займет много времени ну еще можно мобильный телефон кстати сделать это будет очень хорошая фишка вот мобильный телефон уже делать видишь а ну да 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 то есть это у нас будет но мы не будем до стоп версию делать если честно она она ни к чему я думаю где стоп нет ну просто какие люди на впс скачивают и все делают свои дела ну вот и поэтому они вот ну вот так и пусть делают через сказать через эти ну а вообще в целом у нас после листинга идет разработка и вебинары есть кто проводит ну как пока у нас это все хаотично происходит если честно я выступаю я рассказываю говорю у нас так это все формате беседы больше но вы как бы все равно являетесь сотрудником как бы этого этой компании получается нет ни сотруднику чего нет учредитель компании о я словами компании все это значит я собственная компания не это уже это уже лучше я же я зачем мне зачем мне например напрягаться и как сотруднику делать я я не знаю сколько мне нужно платить чтобы я работал так над проектом ну да да то есть просто если вы посмотрите мой послужной список такой и вы подумаю вы сами поймете за какие деньги я бы мог работать здесь у меня чисто своя заинтересованность а есть какие-то вознаграждения людям которые будут проводить какие-то конференции по этой этой монете по этим монетам пока мы это не продумывали пока эти моменты не продумывали надо продумать в будущем в будущем я не знаю сейчас у нас у нас только все стартуется сейчас мы набираем обороты и думаю что после всего как все хорошо запустится все будет хорошо работать будет аудитория мы же вообще делаем основном упор на то что у нас будет то есть банки нас главное это банкинг что мы продукт я где я заостряю свое внимание чисто на самом продукте для меня важен продукт чтобы он был юзабельный для всех моя главная задача чтобы как можно больше людей как можно больше людей пользовались криптовалюты но при этом были еще в безопасности вот но с банками есть уже какие-то договора ну да у меня есть но сейчас я не могу это демонстрирует принципе но но есть хорошо еще такой вопрос теперь по мой офису вот мы получаем пиви по бинару они дальше куда конвертируется в чем мы будем получать деньги как понять доллара ну смотрите мы об этом об этом совсем ни с кем не говорили по макрионару я тебе сейчас покажу функционал мы берем конвертирую из детей до пиви вот то что ты накапливаешь делаю конвертирую его пока не видим экран а не видишь блин смотри делаем так чтоб все было наглядно я делаю так вот беру вот стопе вида у меня есть да я беру пиви перевожу он у меня перешел сюда вот здесь у меня отправил вот две транзакции заработок 100 100 стою из детей все вот эти я могу купить на них майн он давай куплю я на 100 мая вот куплю майн вот купил майн да например у меня осталось то и стоя вывожу или битте силе из детей пока битте сию из детей пока но со временем мы прикрутим туда карты и все в принципе вот вывод вывод принципе без проблем просто берешь значит мы переводим люди и выводим ну да переводишь есть дети вот сюда на основной баланс своего кошелька и хочешь покупаешь майн хочешь здесь общий твой заработок отображается со все время потом здесь будет за месяц за день за неделю сделаем градацию то есть это все будет дорабатываться очень четко чтобы было видно и понятно я сейчас сделаю тебе какой будет у нас личный кабинет вообще в идеале и до конца просто он очень ну блин ну реально очень функциональный амара блин его просто так взять и запустить будет очень сложно поэтому мы мы его поэтапно вы выкатываем вот как то так ну в целом это все будет как говорится главная панель вот главная панель видишь да как она выглядит вот доступно к выводу такой график но это уже сделано потом здесь будет этот какого фильтра добавится дальше здесь у нас все эти моменты сделано вот что потом настройки профиля юридическая информация будет вот так выглядеть то есть он будет по сути вот такой личный кабинет видишь вот это все у нас предусмотрено потом партнерская сеть вот партнерку и тебе будет интересно посмотреть потому что ты на тебя на вот видишь как она офигенная видишь функциональная какая доведем до такого состояния это дашборд дальше здесь бинар но бинар он такой какой он есть и сейчас далее то есть автоматически он будет вот так будет высвечиваться информация о о том тут я ниже стоящий видишь на вот дальше здесь тоже самое кто наверху предыдущий уровень тоже у тебя будет виден потом далее это главный экран то есть сколько что как все происходит вот ожидания общее вот начисление бонусов все здесь и всего вот показано далее вот так все это идет то есть как добавляется в бинар и как будет информация пакетов тоже будет все показать вот так это по сути будет выглядеть дальнейшем потому что сейчас мы все это допиливаем делаем но по сути это будет выглядеть именно так алекс вот здесь где мы пакеты видим здесь пока не видно сколько можно монет докупать на пакет видишь вот здесь видишь вот вот здесь показано мы это сделаем мы это все сделаем все вот эти вот для видео я увидела что в корзине тоже можно посмотреть мы не нажимали еще везде а теперь еще вопрос значит у нас есть вот майны и мы просто нажимаем на кошелек и посылаем их на кошелек тут нажимаешь кошелек вот кошелек и отсылаешь но кошелек я тебе не показывал кошелек нет вот типа кошелек будет вот такой вот он здесь тоже транзакции здесь будут графики всеобразные для статистики ну и основном функционал правит получить посылать мы будем делать кошелек ну да 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 а кошелек генерируется сид фразы будет или мнемоническая фраза ну или закрытый ключ выбирать сами восстановить кошелек невозможно она да 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 это понятно уже к этому привыкли да ну чтобы просто есть люди которые ой я блин что-то забыла и все короче ну блин забыла потеряла отправилась что делать не знаю что делать все в этом то есть децентрализация поэтому мы не сможем восстановить это возможно даже он нигде он нигде не хранится у нас мы даже не можем поменять при пароль понимаешь то есть мы от от кабинета не можем поменять пароль через базу данных то есть если ты забыла там не может что-то сделать там мы не можем посмотреть или поменять пароль просто он зашифрован в крипте то есть блокчейне остальное то есть поменять e-mail тоже не можем потому что это тоже как сущность является здесь есть свои нюансы вот это вот это так и работает то есть я могу здесь делать минимально так 24 часа о вывод снятия до 4 часа и теперь еще такой вопрос почему мы не можем есть детей и заводить сюда с биржей с обменником ну потому что не трекается он не трекается понимаешь то есть нужно чтоб трекалась чтобы два у нас же на и на оплату из детей один адрес и он должен соответствует второму адресу два адреса он берет и синхронизирует и тогда тебе зачисляется но обязательно нужно нажать подтвердить оплату обязательно когда ты отправляешь вот также и bitcoin и другие момент а с биткойна ты сказал что можно с биткойна можно потому что для биткойна создается отдельный адрес для каждой сущности отдельный адрес для каждого создается для битка прекрасно игорь скоро у нас будет и пэр и мастеркард и виза и все будет прекрасно мы я не знаю вот эти два дня я живу только этим проектом поэтому я чувствую чувствую то что очень долго ждала потому что крутимся в этом мире с игорем мы очень давно мы занимались мастер-модами начинали поэтому как мы прошли такой путь здесь конечно все преимущества я нашла я просто хочу сказать не нужно сравнивать наш проект с призом призом это дно конечно да специально для человека который погорел да я много видел людей которые погорели во первых а у них они за листин и на каких-то говно биржах который биржами так и не является до нормальным то есть нету маркет ордеров нету ос ордеров нету ли только по лимитным ордерам работает то есть нету стоп ордеров нельзя стены выстраивать не маркет-мейкинг не сделаешь нормальный то есть у них биржи там что я даже наизусть на из всех бирж самая крутая это у них отбит самая крутая биржа ну да это цель фоне связаны с ними дружескими связями да ну я я не буду ничего говорить вот к примеру сейчас я просто покажу вот смотрите вот к примеру сейчас секундочку ну вот читайте да к примеру вот этот человек ну это из мавра да он вот мавра виктор вот он говорит типа вот он здесь говорит вот вот пока не могу сказать на какой стадии упаковки вот и дальше запуск планируется сентября он не понял так себе слон то есть это один проект был хотите листится на альфу еще могу залестить вот виндаx coins bit alfabet себе сейчас есть договоренности его хитбит сидит макс эксмо он он говорит бесплатно я бесплатно могу залестить вас туда как бесплатно ну так типа вот вот первая биржа моя то есть первая биржа моя то есть вот эта биржа его alfabet потом дальше 2 моих друзей до типа вот проект про 1 они добавят проект бесплатно то есть на хрен мне это надо в такие говно бирже нагонять ликвидность и все это делать я сказал ну спасибо мне неинтересно я не неинтересно то есть вот альфу самый крутой объем по призму да вот я ему говорю такие вещи вот за 40 минут то есть мы собирали такие деньги ну сами знаете типа поймете без проблем ну у меня очень тесные связи по всем биржам да к примеру вот еще сейчас покажу вот к примеру виктория виктория из этого как уход бита она постоянно меня пушит постоянно пушит что как там давай это давай работать вместе я я даже не отвечаю говорю вот у меня сейчас другой проект типа я пока не на рассматриваю тебя тебя типа мы пересматриваем у тебя призом есть листинг короче она горит ну на многих других биржах тоже есть говнокой на даже у бинаса там 5 10 ну да принципе если ну вот окей там и она постоянно пишет спрашивает у меня что как его примеру ил банк ил банк например тоже пишет перевод спрашивает поставил горит я сокик сам договорился типа он я могу порекомендовать что они чтобы они тебя залистили у меня прямые контакты со всеми биржам прямые непосредственно пример прямые то есть я с ними давно общаюсь с этими ребятами там ну и например он и дать пробита рональд из пробит мой друг да он рональд мой кент вообще вот вот она вот он мой дружбан я сколько лет я уже с ним работаю он 2019 года то есть уже там больше года то есть мы а его проводили на его бирже несколько раз а ты когда пришел очень плохо я шестнадцатого года работаешь я я если вы знаете был в семнадцатом году очень нашумевший проект энвен назывался швейцарский энвен энвен 175 миллионов долларов мы за два дня собрали вот сейчас покажу ну не но эти эти проекты я конечно лучше свои кейсы я не 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 ввожу потому что там были судебные разбирательства у них и до сих пор они длятся из-за сек то есть вот эти моменты ну я я был маркетологом в энвен потом какую-то часть маркетинга я закрывал на этом проект инс экосистемс делал вот там был тоже маркетингом занимался некоторые моменты я решал тоже были проект потом я работал в адап салюшн сработал директором по маркетингу линкет ворлд а сегодняшний день я являюсь то есть маркетологом национального блокчейна индии что еще далее нет никакого блокчейну в узбекистане по цифровизации если на и сильно проект делал дэксэйдж проект делал проект делала несколько то есть первое в мире мульти и и провели потом самое быстрое и о в мире сделали мы такое как хармони то есть мы запускались со своим другом мы это делали с партнером что еще дэксэйдж там были токенизация недвижимости несколько проектов ну короче много чего в целом потом я ушел в гэмблинг гэмблинг у меня был гэмблинг не понравился в крипту вернулся но но не перестал работать крипте потом у чейн проекты обвел и заканчивая у тебя программное какое у тебя московское государство инноваций менеджмент когда когда ты стоят и какие годы 2009 вот эти все моменты много чего было вообще в целом мы делали александр у меня теперь что такое тебе желание да у меня есть очень большая узбекская структура я их очень люблю вот такие твои они еще не здесь я им даже не говорила но я смазить пару дней только и твои пожелания для узбеки на узбеки что узбеки я я знаю здесь качает бедолаг не кидают не по-детски конечно им всегда доходит до моим всегда доходит как последние они какой-то сейчас и им возможно прямо сейчас ступить ну да пусть ступают сейчас прям конечно а кто у вас большая структура у вас узбеки блин они бедолаги блин жалко конечно они будут наличные деньги нести понимаете у меня же проекту сбеду узбекистане тоже мы по сети продвигали его то есть здесь много на этих может слышали так и есть такой проект как он бит симплекс называется есть проект был брон брэндон слышали такой проект есть нет находимся в разных ведрах я говорю всегда но они были миллионы собирают ребят здесь рынка понимаете с внутреннего рынка миллион долларов ну смотри узбекистанца есть еще казахи потому что казахи самым последним есть тоже уже структуре конечно ну короче говоря смотрите да чтобы вы хотели чтобы что нужно я сделаю помогу без проблем то есть никаких проблем я все мы биткоин научили но они правда скажут или они проплачивают смарт маклеры знаешь это маклеры это короче говоря если соберете я проведу здесь им может встречу с кем-нибудь из ушлых таких самых умных проведу с ними поговорю у меня есть люди которые здесь банкуют биткоинами свои ребята все у меня есть здесь очень много очень 2 процента можно сделать 2 прекрасно все тогда мы я не понял для чего 2 извини а что они биткоины покупают они ему пересылают на карточку он в узбекистане а он берет у них 5 процентов короче анара если и ну там посмотри что как как это двигать их что нужно говорить с ними как общаться вот такие желательно чтобы они вообще понимали эти все штуки чтобы мне не было сложно с ними общаться то что у меня времени овер мало ну конечно конечно здесь самое главное смотри они покупают они покупают пакет правильно они ставят на майнинг и дальше по структуре по бинару получают плюс теперь все люди вот скажи разница да все люди они должны заходить через пакет правильно или будет нет да именно тот кто покупил пакетом он может продавать потом эти как его флексы флексы это через сайт главное сделать нет это через сайт через сайт не получится через сайт не получится же его это сделать что ты имеешь из-за не получится ну я имею в виду через сайт через сайт не получится вот этот сделать покупку плексов это все это на бирже это мина майн это мы покупаем через сайт да да майн через сайт но а потом даже не а потом уже конвертируйте не через сайт а через этого какой ну через конвертируйте через кошелек уже сами короче нужно такая красочная разрисованная стратегия как это все делается вот именно ну на бумаге ну все это будет все это будет сейчас просто мы заняты мега разработкой у нас материалы мы будем потом штамповать что что мы умеем делать офигенные материалы тогда нам надо это просто тупо в таком хотя бы пускай текстовом документе как это пошагово все сделать хотел в текстовом ну вы уже разложим этим этим занимается мануал у нас будет вики свое вот эти все моменты есть будут то есть я думаю что здесь тоже не нужно беспокоиться об этом вот сейчас как людей приглашать вот на сегодняшний день как приглашать людей чтобы берешь регистрируется на сайте покупают пакет получают майны отправляют в валидатор ну да получают эти монеты вторые я забыл немножко их как плексы плексы они на сайте то есть мы их можем отправить и на биржу или оставить тупо на сайте ну да они не постятся уже эти плексы плексы нет не постятся плексы не постятся это как стейбл такой идет да да он стейбл он стейбл он встает там и на месте и он и он будет продаваться только на p2p платформе со спредом 2 процента то есть вот а майны майны и то только за майны за плексы и то только за плексы он будет продавать вот то есть это а на UTT там или какой-то обмен это уже позже и получается что мы плексы можем обратно не трогая их обратно вернуться к майну да да это пока пока что пока что вот на сегодняшний день ну пока пока есть то есть первого числа с 1 октября мы запустим блокчейн кошелек куда можно будет делегировать адрес и получать плексы майны то есть это первое после чего мы мы откроем мы даже на старте дадим возможность продать плексы то что мы сами хотим скупить плексов сколько сколько они на майне потому что нам для маркетмейкинга для всего для управления токенам нужны плексы окей мы в майн поставили стейкинг этот валидатору мы получаем плексы он в одном кошельке отображается плексы и майны да в одном кошельке да отлично все один кошелек и кошелек в принципе написан так же вот сейчас покажу как кошелек написан то есть я один кошелек формат скину чтобы вы видели хорошо то есть главное чтобы сегодняшнюю запись сохранить это было бы очень даже у меня есть это все конечно я сохраню я же я же это все не просто так же так мы очень благодарны конечно потому что я мастернодами сколько лет занимался на мастернодах это был реальный доход у меня был тысяча долларов в день на мастерноде помнишь она конечно помню это ж мы да но ЛПЦ ЛПЦ началась ну поднимайте мастерноду здесь и свое становитесь валидатором всю свою структуру заводите в в этот как его ну там нужна система специальная это нужна да ну и плюс зарабатывайте со всего стейкинга 3 процента то есть от 3 до там от 1 до 3 процента сами установите комиссию как вы хотите и и получаете с ним со валидатором круто 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 валидатором мы будем точно вот вот эти все моменты это нужно на 10 тысяч долларов майна покупать? да 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 Анара если мы создаем пул из 20 человек то это будет гораздо быстрее и все это будет окупаемее конечно а подожди еще вопрос если у нас в пуле вот в моем пуле в кошельке 10 человек по 1000 долларов вложили у меня есть к ним автоматическая выплата да на их кошелек да именно со скриптом ты выплачиваешь им то есть я могу и 20 человек взять к себе и им выплачивать указав их там тысячу сотни тысяч может все отлично хоть по 100 хоть по 10 долларов они войдут хоть по 1 доллару хоть по 1 центу по 1 майну поставил он будет получать ну блин не будет получать кстати ему награда не будет прилетать потому что то есть мая больше да 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 ему не будет прилетать ну да эту минималку он конечно там 50 долларов я думаю это нормально даже для обычного инвестора посмотри адрес видишь адрес это тезиски адрес майнплекс сделали вот mp то есть это это с формат тезиса то есть именно аликс невидимый экран нет нет я в этот в а ты не видишь да получается да демонстрацию не видим хорошо сейчас сейчас я поставлю вот вот он вот здесь уже видишь тестовый мы уже 2 сентября провели тесты и уже награды прилетают видишь вот да да вот это это наш адрес вот он он ага у вас еще еще один вопрос по установке мастер ноды она идет как во все обычно классные кошельки на скрипт на этим блин как же у них нет она специальная не линукс какая система у них же сейчас на линукс вообще как то ужасно надо как то на windows еще невозможно я честно я не знаю это техническая часть вот сейчас секундочку я просто на виду я думаю это будет вообще круто что на линукс в прошлом вебинаре что невозможно потому что вот мы блокчейн уже 2 2 недели назад дописали блокчейн вот вот это весь бочи видите если windows будет это будет бомба реально у меня есть видосы по установке мастер ноды на windows ну я пока не знаю честно это же тезисов тезисов архитектура надо посмотреть как все работает то есть ну это как как просьба если будет на windows это было просто стекарно так купим себе линукс систему какой линукс здесь идет сервер берешь vps и ставишь на линуксе просто там должна быть пошаговая инструкция к линуксу уже как устанавливать валидаторы но будет это мы все сделаем а окей ребята ну как мы чего составим вот вам код и все что ли не мы это уже как бы прошали линукс фронт фронт один день назад обновлялся да то есть вот бэк 6 часов назад то есть постоянно непосредственно работа идет в бэке вот то если посмотреть сколько например комитов там в каждом файле свои свои коми то там есть то есть на фронте тоже очень много работы фронт самый нагруженный видите ну фронт ну у нас блокчейне например комит если посмотреть вот наш бч комит там вообще тысячи сотни тысяч комитов вот тысячи тысяч я такого не видела никогда вот то есть у нас здесь мы на это всегда обращаем внимание алекс нас тоже так учили смотреть это все ну это разработка у нас постоянно идет вот активити делайте вот здесь активность вот рома две недели назад делал активно вот у всех здесь они сами активность полностью когда например они инициировали какие-то запросы протокол можем посмотреть вот бета протокол сколько здесь бета протоколе комитов каждый комит под ним еще есть комиты вот все а исходный код он будет показан она конечно как без этого вот здесь полностью все будет показано заходите скрипты и вот они вот все тесты вот все не перечитать ну да ну ну по сути вам же нужно например вот родные redmi да будет да то есть она redmi да да вот все тезиска она будет переделано под нашему пока не трогали но она будет переделано полностью то есть здесь есть все такие эти моменты что-то мне еще был вопрос вот скрипты например скрипты вот они на все скрипты вот они по начислениям алекс можешь нам рассказать раз у нас такая беседа начало вообще да предыстория как вы собрались почему именно ну вышли к этому коротко мне еще одно вопрос 2 к тебе же дополняю команда из откуда с какой страны ну это к твоему вопросу у нас команда мульти она есть на сайте ну это 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 те кто на борде а вообще если так посмотреть у нас команда она мультиязычная вот и все норм ну а какие страны присутствуют в этой команде ну просто интересно страны арабские эмираты белоруссия россия потом есть испания это русскоязычные люди естественно англоязычные даже англоязычные русскоязычные англоязычные если у нас мульти мульти такая коллаборация децентрализованная полностью децентрализованная команда но директор по маркетингу у нас отвечает в чате по маркетингу по разработке отвечает в чате например у нас очень сильная команда поддержки у нас очень сильная команда разработки и маркетинг у нас очень хорошие пиарщики сильные то есть у нас очень такая команда она ну как вам сказать все уникальные ребята в своей сфере то есть это самое главное лучше открытые мы мы создаем это для того чтобы потому что мы устали от этого рынка видеть что все говорят что крипто это скан крипту нельзя использовать там и там крипто падает крипто волатильна поэтому мы сделали математический алгоритм вот математический алгоритм именно liquid посада который будет цена разина цена будет предсказуемая на как сказать и рассчитываться только математическим расчетом а не желанием фаундеров нежеланием сообщества а именно математически она рассчитана и она будет именно таким сценарием идти долгие годы то есть это не будет каких-то цель интернет-магазины банковская система мы же карты же будем мы же банк же мы на эти на эти плекса можно покупать хоть что в любой точке мира оплачивать отеля хлеб покупать молоко если ты покупаешь в том магазине они сгорают или они продолжают его не сгорает это же деньги это оборотная система оборотный токен единица а майны тоже не сгорают здесь есть люди которые готовы купить его а здесь есть люди которые готовы продать его люди которые готовы купить намного больше чем люди которые готовы продать вот и все а то есть это просто оборотная единица да то есть это 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 значит что стоимость самой компании получается да 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 это правильно у меня вопросов нету я все свое задал мне достаточно алекс благодарим тебя мы очень рады что мы находимся в данный момент с этими людьми мы еще ответил правильно на все поставленные вопросы я там уже в этом деле уже давно мне это нужно было вот такое это редко когда ну фаундер может ответить на такие технические вопросы там по всем там кошелькам там по выплатам автоматы это редкость редкость в основном они советую тебе просто почитать обо мне немного напиши в интернете мама сидиков александр и ты поймешь что в крипте нету ни одного вопроса на который я не могу ответить ай молодец я хочу сказать что я один из создателей этой индустрии который двигал эту индустрию в свое время делал тренды задавал тренды с меня началось и начались тренды такие как айо первое айо я сделал первое я основал первое в мире агентство по айо которое вошло в десятку лучших агентств в мире я запустил первое мульти айо ребят вы просто посмотрите кто я такой чтобы вы посмотрели в целом какие у меня кейсы и что я делал это то есть я я создавал такие штуки которые ну которые дают очень сильные вещи это круто это круто да я не просто откуда-то вышел я человек который создавал эту индустрию почему я не пошел я это рассказывал уже эту историю я создал новую индустрию которая называется кросс в которой уже готовы перейти уже другие компании подцепляет вот это то есть вы должны понимать что такое предоплаченные карты и что такое креду кросс пай это две разные штуки предоплаченных картах вы все скидываете в один котел в один котел если с этого котла все деньги сразу выведут и по сути компания там останется без денег а кросс пай это отдельное распределение денег деньги находятся только у тебя только на твоем кошельке и чисто синергия самая лучшая из традиционных банков и самая лучшая из децентрализации соединить и сделать то есть здесь используется самый лучший блокчейн который на сегодняшний день является максимально децентрализованным постом с большими то есть с быстрыми транзакциями и минимальными комиссиями при этом имеет просто нереально крутую защиту которая написана на языке глубинного программирования на OCaml и Майклсоне то есть это просто капец это технологическое чудо я называю тезис а можно об этом снять какое-то видео сказать что такое тезис или есть уже ролики можно об этом узнать очень много про тезис просто зайди в интернет напиши тезис что такое блокчейн тезис ты офигеешь там какой комьюнити там а люди в этот проект когда вошли они до сих пор не фанаты этого проекта хоть он и там у него единственная штука можно прогнозировать его цену представляешь ты можешь прогнозировать цену за несколько циклов вперед то есть ты видишь кто с пула выходит через несколько циклов да то есть или кто входит в пул значит кто входит в пул цена повышается и ты принимаешь решение а кто выходит через весь пула значит цена понижается ты принимаешь решение а мы сделали умный ход мы взяли этот уникальный супер блокчейн и сделали две монеты которые абсолютно не будет то есть контролироваться они не будут контролироваться получается просто тупо и переход этого не не виден да и другая штука такая что раньше ты представляешь как было раньше к примеру ты стейкаешь монеты какие-то да и они вырабатывают эти же монеты ты можешь вывести эти монеты и все сразу слить максимально моментально слить все монет а calves этом 2 здесь поэтапная эмиссия здесь поэтапная эмиссия разбитая на какие-то циклы ито и ты думаешь то есть здесь экономическая выгода есть и ты можешь просто можно что то продать или конвертировать и увеличивать свои то есть какую-то часть взять выводить какую-то часть тратить то есть мы делаем потребительский блокчейн потребительскую монету который будет просто работать везде плюс ко всему у нас бешеный опыт маркет-мэкинги просто бешеный лучшие маркет-мэкеры в мире работают только со мной потому что то есть мы обслуживаем сейчас более 10 монет который является из списка топ-100 то есть из них 2 монета в топ-10 это эти монеты мы двигаем цене чтобы ты понимал какие уровни у нас что мы делаем что мы создаем можно можно ли подключиться родственникам вот люди могут задавать такие вопросы без проблем подключать и айпи айпи влияет или айпи там верификация все она будет верификация будет только верификация как личные данные то есть айпи не будет блокироваться мало что пришел к сестре там ли сестра камней зарегистрировал нет понимаешь это у нас же партнерка чтобы ты понимал партнерка это просто вспомогательный инструмент чтобы собрать большую аудиторию а потом дальнейшем почему мы даже на самый минимальный пакет даем племайн чтобы он ощутил эту штуку и чтобы он создал адрес сколько адресов нашем блокчейне столько наших пользователей в банке будет мы сделаем слияние банка с нашим блокчейном и у нас будет каждый адрес иметь одного юзера в банк до соответственно мы создать мы хотим создать миллионы со миллионы своих пользователей и когда мы выпустим банк на рынок нам сразу потекут эти люди и у нас будет один из самых крупнейших банков в мире который мы сделаем у меня вообще есть желание большое желание купить банк полностью выкупить его и сделать на этом банке абсолютно другой инструмент который будет просто нереально классно работать и для всех людей доступа иметь например почему для кого-то можно да к примеру с карты оплачивать сто тысяч двести миллион долларов для кого-то а для кого-то даже 10 тысяч долларов это уже подозрительно и тебе уже все звонят и говорят слушай братан что ты там творишь они скамли это вот я к тому что свобода должна быть всегда всегда должна быть свобода 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 блять владением своих денег ты заработал ты должен их например а мы так как у нас например блокчейн знать что заработал реально эти деньги это его счет конкретный не чей-то он не украл эти деньги он как-то заработал эти плексы может он купил на бирже мне пофиг где он взял это он купил эти пусть та сторона биржа сама заморачивается вот этими легальностью я дам инструмент людям чтобы они эти плексы могли конвертировать или реальный fiat в режиме реального времени все это моя задача отсюда человек заходит который хочет за 5 купить крипту он моментально покупает с общего стакана с маркета крипту ему перечисляется крипта а тебе например фиат все это все так работает очень просто кросс финансовые технологии ничего проще нельзя придумать но при этом нужно заморозить это не проще это не проще это это новое что для кого как я к этому шел три года то есть первый банк я которую знаком с первым банком я банк начинал продумать проделывать это еще ну три года назад думал об этом с того момента когда я познакомился с проектом крипта ком тогда у них были карта монако назывались да 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 я помню я с фаундером общался по поводу этих карт он говорит я выпущу карты супер класс когда вы имела очень большие крутые связи возможности у них пионер обслуживался да там они даже какую-то часть этих какого эмитентов были для этих какой революта то есть потом и и в итоге блин в мае месяце они просто обанкротились подожди кто в рекорд а крипто ком сейчас выпускает карты уже не знаю другого наверно провайдер да ну они сейчас делают да они сейчас у них они перешли опять-таки на предоплаченные карты сейчас я карты только может выпускать coinbase но только для граждан сша а да 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 все вот я хочу сделать инструмент как у coinbase но для всего мира но без биржи биржи будут сторонние другие топовые какие-то биржи у меня это напоминает coin payments знаешь такую платежку coin payments а не подожди не coin payments а подожди английская вот и pay payments и payments тоже знаю и payments вот у них же отдельная биржа якобы они говорят что это не их на хотя она как бы их и есть и я заводил деньги какие-то денежки с биржи на карту да ну мы будем но у них единственное отличие от всех этих и конские комиссии просто ну на и payment не конские были комиссии у них с биржи все отлично и 7 процентов это конский нет там вообще не было процента то есть я на бирже их дэкс точка ком торговал и сразу дэкс секс дэкс 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 но это уже история потому что они закрылись да да и сейчас будут как бы заново поэтому посмотрим как они у меня тоже там есть карта но я имею ввиду чтобы вы понимали что предоплаченные карты это дно полное это не то что мы хотим сделать мы хотим сделать настоящие карты дебетовые карты различного номинала то есть карты это фиат да но это обычные простые карты обычные карты которые у тебя то есть банки идешь имитируешь точно такие же но с возможностям регулирования внутри валюту крипты и все такое прочее мы будем делать только все делать только на какого на своем плексе все будем делать а это отлично шикарно только плекс можно отправлять и только плексом можно расплачивать если у нас не будет хватать на начальном этапе ликвидности мы будем ее подтягивать от других монет таких как usdt btc то есть отсюда человек приходит хочет купить btc usdt да например он покупаете но это автоматически конвертируется то есть продаются сначала плекса ему плекса моментально продаются через стакан btc usdt ему как обменник сделайте но это не совсем обменник это крипто процессинг не ну да он процессинг идет совмещенный с картой биржи ты посмотри пожалуйста у нас четкие классные схемы есть в white paper просто офигенные схемы а все схематично нарисовано как банкинг работает как работает наш крипто процессинг какие возможности он несет тебе будет интересно если ты в этом разбираешься то есть мы мы создаем очень интересный инструмент меня аж наштырится самого да от этого всего нас уже тоже сейчас конечно люди очень сильно у них ажиотаж поднялся у многих людей им интересно да это технология они интересуются они говорят о классно супер классно заходят там присматриваются наша главная задача сейчас как можно больше людей сделать как сказать чтобы основными инвесторами да нет инвесторы мы мы прям такой прям дефицит денег не испытываем просто нам аудитория нужно понимаешь платежеспособна аудитория которая будет пользоваться картами вот в чем суть для этого мы должны максимально больше им дать возможность заработать flex вот за деньгами вот никто никто не меня не упрекнет что я бегаю за деньгами ни один сколько бы я не общался все знают что я хочу добиться своей цели и все ну очень офигенно сегодня беседа я просто мне очень нравится что все вопросы были отвечены так что супер алекс после такого интервью аудитория обязательно будет это подходящая потому что здесь вот сердце кто сердцем горит и кому это нужно потому что люди долго уже в крипте правильно и ты ответил сегодня на все вот эти самые злободневные темы да которые мы имеем и плюс говорить с тобой самом начале понимаешь самом начале даже искать это это искать уже пойдет так что мы очень рады ну да уже очень будем вместе достигать нужных высот и когда мы станем очень большой компанией сейчас пока мы стартап пока можем например себе позволить вести пичи дал такие моменты общаться разговаривать чтобы пропитывались моей идеей моим вот этим какого желанием донести до людей суть проекта цель проекта что мы здесь продумали все до мелочей да чтобы люди прямо понимали что мы нигде не хотим никого обмануть а просто хотим дать нормальный реальный инструмент который обоснован то есть есть такое понятие что вот например многие выпускают токены да и я и цена их там ну доллар все доллар откуда берется цена доллар вопрос откуда вам как рассчитали цену доллар просто я захотел доллар у меня мне надо 100 миллионов долларов и вот я 100 миллионов токенов выпустил и продаю короче ну надумаю ну хорошо а как он будет расти в цене где эти все моменты на хайпе на хайпе только на хайпе и потом вниз и потом все вниз ну это это конечно не очень хорошая тема я вот так скажу да вот я например сейчас покажу одну штучку сейчас просто одну штуку я покажу как я например делаю расчеты токена чтобы вы понимали это это не это проект даже близко не тот это чуть-чуть на смарт-контрактах конечно он сделан но но я каждую цену обосновываю то есть вот здесь у меня эмиссия токена до экономики да как сколько распределение идет почему как как будет расти цена токена вот здесь помесячно полностью написано как он будет расти цена токена за счет чего он будет расти я то есть здесь лукопы есть да как он выходит какая цена будет сколько сколько например выпущена и сколько вообще по сути сумма выброса и какая цена вот здесь цена видеть то есть прогнозируемая цена токена вот видите здесь цена получается от начальной цены вот здесь 003 она стоит до к примеру доллара то есть три цента и она становится 58 центов 2025 не поделишься по секрету что табличка по секрету не поделишься да поделюсь у меня таких куча у меня таких блин сотни сколько проект я делал на каждый проект я делаю такие штуки без проблем поделюсь и там там то есть возможность а вот в нашем блокчейне это очень сложные расчеты и я привлек очень сильного математика для вот этого всего чтобы он рассчитал ну очень сильно профессор математики положено я поставил цель и он это все рассчитал он рассчитал так чтобы просто элементарно токен никогда вниз не упал просто даже если его отпустить вот так он не упадет вниз никогда абсолютно потому что задачу он поставил для вас больше нет нет математически математически он просто рассчитал то что чтобы токен начал вниз падать он должен продаться больше чем на майнился понимаешь это логично в цене он должен продаться больше чем на майнился шаги должны быть к этому чтобы он не так не делал получается ну 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 смотри во первых он он сказал вот этот алгоритм вы сделаете у вас будет просто проблема сдерживать курс чтобы он вверх не улетел то есть у вас основная задача будет сдерживать курс чтобы он вверх не улетел и у многих задача стоит добыть быками не быками а медведями в этом проекте чтобы именно вниз давить курс устанавливать постоянно сливы токенов делать чтобы чтобы он чтобы он вверх не улетел что ну то есть мы говорим базовая доходность должна быть 20 20 процентов да эти все моменты он посмотрел токеномиком посмотрел алгоритм работы вот так это должно работать сделал формулы доказательства формулы и сказал если это вы исполните вот прям в этом вот рекомендации от него тоже должны быть все таки не он сказал математическом расчете если это все исполните на уровне блокчейна и все это распределиться как вы планируете то ваша задача будет так токена будет постоянно меньше желание купить всегда будет больше чтобы застейкать майн и опять-таки производить его и получать 20 процентов доходность то есть у нас здесь вот такая замудренная схема но при этом у вас будет очень большие проблемы с тем что вам придется курс всегда сдерживать потому что придут другие трейдеры они поймут что это ликвидный токен и они начнут туда заливать ликвидность бешеное количество ликвидности и здесь вы будете просто ну это уже говорит не моя задача моя задача чтоб токи не упал все во первых главное сообщества что было очень крепкое сообщество туда будет уже и ликвидность и не будет слив так ну нет здесь еще другое я же именно я не люблю жрать деньги сообщества для меня это боль когда сообщество которое тебя поддержала в проекте вот вот эти проекты которые есть до тупые проекты которые создают внутри себя инфраструктуру биржу блять и тупи отменник 5 10 внутри себя продают своим же или своей же аудитории свою же аудиторию делают беднее для меня это вообще дно я делаю специально я делал столько бирж то есть у меня коды есть бишь там от 8 бишь из как и в открытые мои как бы то есть я разработку сделали и сколько бишь например разработана то есть сколько бишь я запускал то есть я могу так одним щелчком сделать бежут майнплекс щелчком просто сделать развернуть на 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 серваке и залить туда ликвидности сделать торги на маркере выйти на коймаркеткап просто шучком какой маркеткап время займет большое 6 месяцев но суть одна что я могу спокойно сделать биржу но я не хочу ее делать потому что моя аудитория должна спокойно идти на биржу и продать это трейдеры а не самому себе там такому же как тебе такому же как анара а чтобы анара если захочет купить она тоже пойдет туда и не купит сама у кого захочет то есть по маркету моя задача вовлечь туда как можно больше вне проекта аудитории чтобы это был ликвидный инструмент который торгуется вне площадки и продавался он хорошо так аккумулировал бюджет отсюда приходят люди освобождают свои токены а здесь и другой трейдер который хочет на техническом на фундаментальном анализе зарабатывать он покупает или тот кто просто холодит монету как перспективную вот и все моя задача такая то есть вот эти вещи они они должны быть они должны присутствовать проект надо думать об аудитории надо думать о людях которые зашли в проект они без них проект ничего абсолютно ничего например не так был вторго и правильно ну да цена 10 долларов а потом ужас ужас таких таких проектов много которые внутри себя хотят биржу делать зачем нахер биржа нужно я даже не понимаю биржу она но мне например только нужно я я хочу просто сделать листинг на другой ликвидной бирже и чтобы туда трейдеры пришли поднять монету в топ списка да например о по стабильности и чтоб туда например по техническому анализу на трейдинг view например эти трейдеры анализировали из говорили о блин это монета интересная здесь смотрите как все правильно работает графики красивые все дела здесь сейчас будет у них всплеск работа да свечки пошли уже такие свечки пошли еще почему майн плейкс почему главный вопрос сильная философия кстати знаете есть такое такое число самое большое логическое математическое число которое не можем тем 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 то есть вот это плекс а майн это именно монета которая то есть майн добыча да вот майн добыча очень много бесконечно можно сказать бесконечная добыча ресурсов три семерки это правильно а три семерки это правильно да а я угадал я выиграл лотерею а если бесконечно то должны быть три восьмерки нет ни три семерки там чуть другое там плекс чтобы вы понимали даже во всем мире если атомы всего всей вселенной собрать это даже не будет плекс есть такое число как google плекс просто напишите google плекс есть большое число самое большое число логическое это гугл да например а есть гугл плекс а гугл плекс число я нашла да вот гугл плекс число равное 10 гугл десяти в степени гугл то есть десять на десять тысяч сто первых три семерки это считается числом ну как говорится божьим таким числом таким уже серьезным по всем там гугл термин гугл плейк был придумал американский математиком эдбардом казнером вот тебе на мы даже этого не слышали мы смотрите идея проекта мне пришло тогда когда я понял что в крипту верить перестают люди много людей они многие люди переходят на какие-то сомнительные проекты ищут вот эти хайповости вышла вышла например дефай дефай это вообще пирамида вообще какая-то хрень полная да то есть если вдаваться в подробности то есть там можно потерять все даже свои трусы оставить там выигрывает только тот кто выпустил смарт-контракт и надул ликвидность вот он а я например я понимаю что эта индустрия переживает очень сложные периоды люди перестают верить кому бы я не говорил я в крипте очень долго и благодаря крипте я стал достаточно обеспеченным человеком могу спокойно себе позволить много чего да то есть и я задумался о том что если это так будет продолжаться то увы будет очень плохо до этой индустрии я останусь без без хлеба мои там люди перестанут верить в это все и крипто энтузиасты просто ну уйдут в небытие останется там bitcoin и другие там какие-то манипулятивные монеты которые я столько всего насмотрелся я насмотрелся сколько манипуляций и мне просто стало жалко людей жалко обычных людей которые просто хотят хоть немного заработать да они там миллионы не собирается рубить они просто хотят были стабильности заработать а на рынке не было такого инструмента который бы давал стабильно ну каких-то там кота заработка чтобы уверенность была завтра я получил столько денег хоть чтобы не случилось я получу эти деньги у нас с командой болела голова насчет этого всего один вопрос один вопрос ты учащим я есть просто дочери да дочка красавица у меня трое детей я отец герой вообще в целом у меня беременная то есть я очень такой семейный человек отлично у меня четыре дитя пока что это отлично у меня тоже будет четыре две девочки два мальчика то же самое вот и мне стало обидно и больно за всех людей до которая вообще в целом в этой индустрии и мы решили подумать что мы можем предложить для разработать просто криптовалюту и запустить ее это уже банально а сделать скрипту который будет доступна для всех абсолютно везде по всему миру вот это не вот это было цель еще один вопрос к тебе у допустим у меня есть свой бизнес который имеет свое какое-то там не знаю и в цифровом пока еще может нету но в цифровом будет возможно ли потом подключиться к вам и стать партнером и какие-то иметь ну не знаю не то что шлюзы но допустим какую-то экосистему создать к этому ну ты можешь создать токен на нашем смарт-контракте свой пример 1 ну нам смотри нам принимать оплату в плексах не обязательно потому что мы один фиг ее в тебе фиатом платим вот смотри какая проблема у даша дашь дашь знаете да мы занимались продвижением дашь недавно и мы обнаружили одну большую проблему дашь в колумбии продвигался очень классно у них такая стратегия была хорошая и они в каждый магазин заходили и они сами говорили вот ты принимай этот дашь и я завтра приду и выкуплю эти все у тебя дашь за кэш вот я не так развивались то есть они подключили несколько магазинов несколько этих популяризировали так до школе делали и в итоге получилась такая штука что человек чтобы принять чтобы дашь сделать транзакцию на дашь он должен принимать этот дашь а нам пофигу он будет принимать наш плекс не будет он принимает фиат на тебе фиат хочешь принимать плекс на плекс все вопит бирже да да пофигу хочу хочешь делать вот тебе вот ты не знаешь что такое крипто ну и не знаю это твоя проблема но ликвидность есть на бирже все пошел сделать вот такие вот моменты мы уже но это независимая независимая биржа называется то чтобы вы не связывались с биржей как внутри аккаунта продал купил там все там внутри все делается крутится получается мы просто создаем такую постоянную постоянный круговорот круговорот воды природе вот и поэтому и так родилась идея нашего проекта прекрасная идея когда мы добро донесем она всегда возвращается это самое главное да потом другая цель стала как мы можем донести максимально до максимально до всех то чтобы максимально дошло до всех до конца и решили подключить сетевой маркетинг это сетевой маркетинг а именно бинарный пример бинар и плюс гибридный у нас маркетинг анара если изучила именно все эти моменты она может сказать что у нас гибридный маркетинг она раньше не сказала там есть классика там есть лидеры лидерская там карьера из бинар есть например процент комиссии с комиссии есть процент из дохода то есть все мы сделали и мы все вывели так чтобы это все было без убыток вот и у нас родился майнплекс а реально ли человеку просто быть вот я вложил 100 долларов реально ли не потерять уже все уже там чуть ли не тому джон пена сорта идет нет не потеряет как он потеряет там даже если он купит пакет за 100 баксов он год получит если он даже докупать не будет 32 процента докупать ничего не будет он просто забыл за через три года он свои деньги вытащил через три года вот то есть я имею ввиду ничего не будет покупать у него на 10 баксов только токены там есть на 10 плюс у него еще 100 баксов остаются которые у него уже вложен по сути ну да но он нет 100 долларов не остается там у нас пакеты разбиты по другому чуть-чуть они сгорают 10 процентов идет 10 процентов идет начисление майна остальное дает возможность работы по по маркетингу по рефералке пакет останавливается в рабочей какое-то время он на определенное время жизнь один всю жизнь зачем нам зачем нам деньги забирать у наших партнеров еще раз когда они привезли один раз пусть просто работают и все дальше мы даже придумали апгрейды для этого всего апгрейд входит в цену или апгрейд доплачиваешь ту сумму не достаю разницу разницу а еще по комиссиям да здесь стоит от комиссии это с пакета начиная со всех пакетов до комиссии комиссии за транзакции дохода компания на выплату бонусов на 7 уровней структуру ну да это если если например ваша ваш этот как его ну как сказать ваш партнер продает лексы на бирже он перешел на биржу взял транзакцию вывел токены значит вы получили с этого транзакции какой-то определен процент то есть бирже связано будет все но по-любому вывод денег связано получается нет 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 транзакции со своего кошелька когда уходит значит или другому направляетесь с кошелька да то есть это уже идет какой-то процент да ну комиссии мы выплачиваем мы всю комиссию выплачиваем только нашим партнером мы зарабатываем на других вещах мы зарабатываем на самом банке то есть именно на вот этих всех движухах то есть когда мы сделаем представьте себе что мы сделаем у нас будет 1000 карта то есть миллион как мы выпустим до к примеру на миллион и миллион карт должны взять каждый по 50 плексов и положить несгораемый депозит на карту 50 долларов плексов эти дети плексы они просто сгорают вот эти вот эти плексы уже из оборота изымаются по сути на 50 миллионов долларов плексов не станет уже вот тогда цену цену мы отпустим к тому моменту уже и плекс перестанут майнить и то есть он уже на майнице но это лет 7 должно пройти вот эти все моменты то есть такой большой период и потом мы его просто свободное плавание отпустим где он будет просто оборот делать и все прекрасно вот так это сударь давайте ребята заканчиваем большое спасибо очень круто вообще переварить будет теперь это только завтра она раз у тебя есть этот как его презентация маркетинговая я уже тоже получил я всем раздала маркетинг маркетинга маркетинга нет я тебе маркетинг отправлю сейчас да потому что мы уже все просмотрели сегодня я делала презентацию для своей структуры мы white paper все каждую страницу просмотрели просмотрели весь канал просмотрели все вывески все полностью прошли поэтому у меня везде сегодня глаза были и она структура уже подкована а я что-то не слышал про структуру где анара ты меня не звала ну как ты звала вот ты же сегодня на самой главной встрече потому что тебя не было потому что ты работаешь так что все нормально у меня там много у меня первая линия большая ну я шучу шучу конечно да мы анару поставили одну из первых что ты понимал это ну вот анара будет ну это круто я второй ну там анара сама распределит куда кого поставить да он все уже в структуре это мой друг да все работаем тогда спасибо я тебе поставлю там тоже людей посмотришь в телеграме и маркетинг прошу запись скинуть пожалуйста да я запись залью на диск и скину хорошо да 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 александр семью большой привет семье спасибо огромный привет от всей нашей структуры они будут очень рады нашим интервью все до свидания всем до свидания спокойной ночи пока просто удачи удачи получил на 15 Продолжение следует...